Американцы, бывавшие в Европе, с чего вы больше всего охренели? Когда я был в Праге, бутылка воды там стоила 2 кроны, а бутылка пива – одну. Каждую ночь в Испании около 3 часов ночи на улице выезжали клининговые машины, которые в течение часа мыли и убирали весь город. Каждую ночь примерно 100 человек тупо убирали город. На следующее утро вся Саламанка была безупречно чистой. Это было волшебно. Я больше всего охренел с отсутствием насекомых в Англии. Не то, чтобы их вообще не было, но я из Мичигана, где вокруг много болотистой земли. Когда я зашел в общежитие и увидел, что на моем окне нет сетки, я подумал о тоне насекомых, которые скоро нагрянут ко мне в комнату. За весь месяц пребывания там ко мне залетела всего одна муха. В Италии практически не существует порога, определяющего, какое расстояние должно оставаться между машиной, движущейся на большой скорости, и любыми препятствиями вокруг, включая пешеходов, мимо которых она проносится. Водитель автобуса может гнать по узенькой мощеной улице с сантиметром в запасе между бортами автобуса и припаркованными автомобилями, стенами домов, древними памятниками или играющими на улице детьми. Мне было 15 лет, и я смог заказать пиво в Макдональдсе. И я сейчас говорю не про долбанный бумажный стаканчик, а про самую настоящую кружку пива. Я охренел с того, что нужно платить за пользование общественным туалетом. Хотя я понимаю, почему. Просто я подумал, как это ужасно, если тебе реально нужно сходить, а у тебя нет мелочи. Это лучшая сарделька Братворс, которую я когда-либо ел. И это аэропорт. А в японских подземках продают офигенный ромен. В США такого вообще нигде не найдешь. Я был в Италии, хотел днем перекусить и выпить пиво. Я вышел из квартиры и охренел с того, что город был абсолютно пустой. Все было закрыто, даже соседских собак не было слышно. Жил в Италии 3 года. Мне определенно потребовалось время, чтобы привыкнуть к этому. Кроме того, ты постепенно начинаешь узнавать график работы мест, в которые любишь ходить, поскольку все они закрываются в середине дня на несколько часов. Я был в Испании и увидел группу американских туристов в Сомбреро. Помню, что видел реалити-шоу, в котором американская семья путешествовала по Японии. Их отец постоянно говорил всем «грасиас». Его дочь объяснила, что ее отец по умолчанию с любым иностранцем говорит по-испански. Причем даже не на хорошем испанском. Он тупо использует базовые слова, какие использовал бы турист в разговоре с прохожим в Южной Америке. В Амстердаме я видел, как парня ударили бутылкой по голове. Он сделал два шага назад, а затем рухнул, потеряв сознание. Все его друзья разбежались. После чего два старика-владельца магазина вышли на улицу и сказали «Ха, детишки». Больше всего меня поразила откровенная реклама на телевидении. Причем у этой обнаженки не было какого-то адекватного обоснования. Это просто была реклама маргарина, в которой голая женщина, купающаяся в озере, выходила из воды, чтобы скушать бутерброд. Рекламу крутили в прайм-тайм. Я понимаю, что американское телевидение в этом смысле ханжеское, но я все равно был в шоке, увидев, насколько отличается от нас Германия. Изменено. Вот это реклама. В Испании все люди очень худые, но клянусь, они при этом съедают по батону хлеба в день. Это потому, что мы все время ходим пешком, в то время как американцы везде ездят на машинах. Я не могу говорить за всю Америку, но в Техасе было бы очень тяжело ходить везде пешком. Слишком большие расстояния. Пошел на футбольный матч в Италии. При покупке билета у меня спросили, за какую команду я болею. От моего ответа зависело, куда меня посадят. Во время игры я увидел, как фанаты поджигали на стадионе разные вещи. Я прожила в Германии 8 лет, с 92 по 2000 год, в возрасте 4-12 лет. Я не понимала этого, пока не переехала обратно в Штаты, но там на каждом углу улицы стояли контейнеры для мусора, который подлежал переработке. И это был не просто зеленый контейнер, а за ним мусорный бак. Нет, это был огромный синий контейнер, в котором одна секция была предназначена для зеленого стекла, другая для коричневого стекла, третья для прозрачного стекла, четвертая для пластика и еще одна для бумаги. А еще в немецкой школе ученики ездили на общественном транспорте. Там не было такого понятия, как школьный автобус. Школьные автобусы обычно не курсируют в больших городах, где все в порядке с общественным транспортом. Но я жил в маленьком городке и ездил на школьном автобусе. От моего дома до школы было примерно 5 километров. Краник с пивом в столовой универа. Выпить одно пиво за обедом в Германии считается абсолютно нормальным делом. Но если вы каждый день во время обеда выпиваете более двух бутылок пива, то вы уже алкоголик. Мне кажется, что в Чехии вообще нет понятия алкоголик. Поначалу все это было незаметно, но в конце концов я начал охреневать с того, насколько все вокруг старое. И при этом все это интегрировано в повседневную жизнь. К примеру, в Великобритании можно выпить в пабе, который стоит на том же месте с 11 века. Или поужинать в ресторане, расположенном в соборе 18 века. Или в Праге. Пойти в клуб в каменном подвале 14 века. Или остановиться в отеле пивоварни, который работает с 15 века. Самое старое здание поблизости от меня 1750-х годов, что по американским стандартам является доисторическим. Но похоже, когда кто-то в Европе видит здание, которому полтысячелетия, и никто его никак не использует, у людей сразу же возникает идея. А давайте замутим здесь дискотеку. Мне это нравится. Я не американец. Я из Канады. Первый раз, когда я поехал в Ирландию и проходил таможню, вот такой у меня был разговор с пограничником. У вас деловой или частный визит? Частный. Да ну, и что планируете? Навестить родственников? Первый раз в Ирландии? Да, сэр? Ебать. Ну что стоишь тогда? Иди нажрись как следует. Хотел почувствовать себя местным. Решил пойти поздно поужинать, как они это делают. Зашел в Лиссабонский ресторан в 21.00 и увидел, что он абсолютно пустой. К тому времени, когда я закончил есть, а это было 22 часа, ресторан был уже полный. У нас, испанцев, все то же самое. Помню, я смотрел американские фильмы с переводом, в которых герои ужинали, когда на улице было светло. Я был уверен, что там была какая-то ошибка в переводе, потому что у нас ведь никто не ужинает в это время. Может быть, дело в том, что мы перекусываем в середине дня. Сейчас я живу в США и должен признаться, что здесь я привык ужинать раньше, 8-9 вечера. Теперь я сплю гораздо лучше. Но если речь идет про совместный ужин с кем-то, то я предпочитаю более позднее время. Мои американские друзья, которые гоняли к нам в Нидерланды, в шоке с наших велосипедных приколов. А. Там много велосипедов, они просто повсюду. Б. Все ездят без шлема. В. И велосипеды такие разные. Провел лето в Германии. У них была самая чистая, безопасная, вкусная вода из-под крана, но никто ее почему-то не пил. Они называли ее туалетной водой. Пожилые люди в деревне казались мне очень ворчливыми и злыми. Они никогда не улыбались и не отвечали взаимностью на приветствие или доброе утро. Однако, если вы задавали им вопрос по существу, например, как добраться до музея, они тратили 15 минут на то, чтобы рассказать вам о самом быстром способе туда добраться, о самом красивом пути до туда, обо всем интересном, что вы должны сделать по дороге туда, о том, почему этот музей на самом деле не такой уж и классный, и что вам лучше пойти в другой музей, обо всех способах добраться до лучшего музея, и о том, где жила их бабушка до войны. Летом прошлого года я ездил в Нидерланды на музыкальный фестиваль. Накануне вечером я пошел на концерт и встретил шотландца, который подошел ко мне и сказал «Ты похож на американца!» Я ответил «Да», и он тут же начал говорить об американской политике и армии. Было странно, что он решил, что я полностью осведомлен обо всех правительственных делах на высшем уровне, но в остальном это был классный чувак. Тот факт, что здесь нет кондиционеров. Я не знал, что тут не ставят их везде по умолчанию. В итоге я сдыхал от жары у себя в номере. Просьба дать немного льда является для них непривычной. Когда я просил принести мне напиток со льдом, на меня все время как-то странно смотрели. Одна девушка на фестивале даже переспросила меня, все ли правильно она поняла. Лол. Я видел, как пожилая китайская туристка спускает штаны со своего внука, чтобы тот посрал прямо на тротуаре. Это было в Париже на входе в Диснейленд. В Германии работодатель должен за 60 дней предупреждать сотрудника, которого он собирается уволить, сократить. Не знаю почему, но я с этого жестко прихренел. Но потом я понял, что быть уволенным без предупреждения реально очень херово. У нас в Штатах тоже должна быть такая же система, реально. А еще у них очень крутая система переработки мусора. Меня поразила Венгрия. Я увлекся историей венгров, потому что они показались мне такими непохожими на других европейцев. Хотя страна довольно современная, и Будапешт очень современный. Люди кажутся какими-то древними. Это трудно передать словами. Язык у них тоже какой-то древний. Знаете, когда вы приезжаете в новую страну и видите там в основном одни и те же 10 лиц, которые повторяются снова и снова. Так вот, я никогда раньше не видел стандартной венгерской внешности. Это было единственное место, в котором люди выглядели для меня несколько экзотично. Они выглядели даже необычнее людей из более восточных стран. Что во многих местах очень много мусора, особенно во Франции. Отчасти это связано с тем, что европейцы много курят. Иногда в Париже мостовые были полностью покрыты окурками. Еще меня удивило качество фастфуда. Вся еда, начиная с той, которую продавали уличные торговцы, заканчивая сетевым фастфудом типа Макдональдс, была вкуснее, чем все то, что я ел в Канаде. На каждом туристическом месте мне пытались что-то продать. Для меня это было в новинку. Я знал, что такое есть, но все равно я был удивлен тем, насколько это широко распространенная тема. Прага оказалась даже дешевле, чем мне говорили. Было здорово питаться, как король, при этом не тратя много денег. После некоторых более дорогих стран я был очень этому рад. Мюнхен поразил меня тем, как хорошо в нем сочеталась историческая культура и современность. Я бы определенно хотел бы жить в таком городе. Большое спасибо за просмотр и, эээ, американцы, которые нас, скорее всего, не смотрят, бывавшие в Европе. С чего вы больше всего охренели? Напишите в комментариях и не забудьте посмотреть наши другие выпуски. Обнял, приподнял, заплакал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok